Приветствую, друзья! Чем ближе срок ввода вакцины Путина от коронавируса, тем больше мы слышим мнений о пагубности данного эксперимента над людьми. Российское врачебное сообщество также высказало свое мнение об этом. Больше половины российских медиков заявили, что не готовы сделать прививку от коронавируса, которую создали в центре Гамалеи. В исследовании приняли участие около 3000 врачей, из них 52% отказались делать прививку, а 24% согласились на вакцинацию. Говоря о причинах недоверия, 66% опрошенных заявили, что нет достаточных данных об ее эффективности. Еще 48% сомневаются, что препарат удалось разработать и проверить за такое короткое время. Однако каждый пятый врач заявил, что будет рекомендовать вакцинацию пациентам, коллегам или знакомым. Ну, больше всего мне нравится, что делать прививку не будут, но рекомендовать будут. Как-то странным кажутся ваши действия, уважаемые медики. Не забывайте, что, во-первых, вы медики, и если уж считаете, что это пагубно может сказаться на пациентах, то о каких рекомендациях может идти речь? Ну, а вообще, очень показательный опрос. Фактически, врачебное сообщество пошло против Путина и его вакцинации. Хоть они прямо не заявили о том, что это все незаконно, но по их личному мнению уже все понятно. Сказали они ясно и прямо, что в такой короткий срок вакцина просто не может быть готова. Вчера мы уже говорили о вакцинации, и огромное количество наших зрителей в комментариях прямо обвинили Путина во лжи, когда тот рекламировал вакцину и говорил, что его дочь привилась. Никто не верит в этот бред и считают это самым настоящим обманом. Так что, уважаемые зрители, будьте благоразумными при принятии решения, делать прививку или нет. Особенно обращаем внимание на вакцинацию детей. Как мы узнали, сейчас в срочном порядке готовится документация для разрешения вакцинирования именно детей. И я уверен, что провернуть все это они очень быстро, мы даже не успеем моргнуть. Какие цели они преследуют, это уже другой вопрос. Ну и удивляет поведение Путина, который рьяно пропихивает это нечто, не обращая внимания на мнение медицинского сообщества и других значимых специалистов, которые открыто говорят о пагубности данной вакцины, которая через несколько месяцев может вызвать серьезные осложнения. Также настораживают заявления Всемирной организации здравоохранения, с которой очень тесно сотрудничает Путин и его правительство. Директор программы Всемирной организации здравоохранения по чрезвычайным ситуациям в области здравоохранения Майкл Райн назвал школы новыми очагами коронавируса. Чиновник отметил, что во многих образовательных учреждениях отсутствуют элементарные возможности для соблюдения гигиены рук. В сложившейся ситуации школы могут стать зонами риска для возникновения новых вспышек инфекции с началом учебного года. ВОЗ настаивает на соблюдении гражданами масочного режима в закрытых помещениях и соблюдении социальной дистанции. Напомним, что в России учебный год начнется 1 сентября в очном режиме. Власти сообщили, что требовать от детей носить защитные маски в обязательном порядке не будут, но учащихся ограничат передвижение по школе. Такое заявление, на мой взгляд, смело можно назвать подготовкой к очередному этапу самоизоляции по-путински. Родителям, наверное, нужно уже вновь готовиться к домашнему обучению. Просто так такие заявления не делаются. Ну а если посмотреть, как тесно Путин сотрудничает с ВОЗ, то уверен, что он не обойдет данную рекомендацию. Кстати, губернатор Ставропольского края Владимиров уже заявил, что школы-регионы должны быть готовы к такому развитию событий. Если в край придет вторая волна эпидемии коронавирусной инфекции, детей придется снова переводить на онлайн-обучение. Вот такое вот интересное заявление. Ну а когда это может произойти? Наверное, как говорят многие после выборов 13 сентября. Правда, выборами все это действие назвать сложно. На три дня путинская обслуга будет дурить народ, на мой взгляд. Я просто в этом уверен, так как о каких выборах может идти вообще речь. Вот такие вот неприятные новости. На данный момент все. Скоро мы снова встретимся с вами.